Привет, дорогие! Сегодня с вами будем разбирать три повторяющихся сценария хорошей девочки. Хорошей девочки, поднимите ручки, кто у нас здесь, либо хорошие мальчики. Я на своем канале делюсь только своим практическим опытом, то, что помогло лично мне улучшить мою жизнь, выстроить по-другому вообще коммуникацию с людьми, проработать свои какие-то паттерны поведения, которые мне там мешали мало зарабатывать, строить классные отношения, жить свободно, путешествовать. И вот, в принципе, та жизнь, которую я сейчас имею, ее бы не было, если бы я хорошенечко не поработала над собой. И вот своими проработками я здесь буду делиться с вами. Почему тема хорошей девочки так актуальна в России вообще? Сейчас на самом деле из всех углов про это говорят, там, выпусти свою сучку, будь плохой девочкой, надо выпустить своих демонов, то есть вот на танцах, где-то еще. И это на самом деле очень правильный такой момент, потому что у нас все идет из детства, и в детстве нам часто родители говорили, веди себя хорошо, улыбайся, не труби старшим, делай так-то, делай так-то, ты же девочка. И это все было на тот момент актуально. Особенно там во времена СССР, когда не высовывайся, когда чем тише ты сидишь, тем лучше у тебя все складывается, тише едешь, дальше будешь. Но сейчас, немного другие времена, сейчас это все не работает, и действительно очень важно научиться выстраивать свои границы, научиться выходить из тех сценариев, там, какого-то благопристойного, хорошего поведения, которое одобряется в обществе, но которое идет вам не на благо. И сегодня как раз мы разберем, вот что вам не идет на благо. И первое, самое такое важное, вот очень у многих прослеживается, это быть удобной. Вот этот сценарий быть удобной, подстраиваться под людей, под своих клиентов, под своих, не знаю, родителей, родственников, под своего молодого человека, то есть как он хочет, как ему комфортно, удобно, но только не как тебе. И вот быть удобной, вот эта подстройка, она ведет к тотальному вообще неуважению, а бесцениванию вас как личности. То есть смотря в какой степени это, конечно, у вас выражено, но если вы проследите вообще в своей жизни те моменты, когда вы под кого-то начинали подстраиваться, обычно ни к чему хорошему это не приводит. Я хочу привести на самом банальном примере, это клиенты, ученики, когда я начинала только преподавать танцы, я очень много слушала того, что хотят люди. То есть, например, как вам сделать расписание, вам в этот день удобнее или в этот? И на самом деле всем всегда удобно там в разные дни, и, например, когда я поставила там понедельник в среду, мне там кто-то начал говорить, ой, а почему только вечернее время, ой, а почему именно эти дни? Я такая, окей, давайте, окей, что-то поменяем, давайте как-то изменим расписание. И я перестраивала расписание под, ну, например, там тех нескольких человек, которые мне об этом говорили, но в итоге в это время не могли какие-то другие люди. Я в какой-то момент поняла, что это, типа, вообще путь в никуда, если ты вообще сомневаешься в том, делать в это время или в это время. То есть, если ты сама не можешь это решить, за тебя это не решит вообще ни один человек. То же самое, например, с какими-то правилами. То есть, если у тебя нет своих чётких правил, например, как нужно записываться, как нужно отменять занятия. Вот, то есть, по отменам это вообще отдельная статья. Многие тренеры такие, ну, ладно, там, отменилось за час или там за пять минут до занятия. Ну, ничего страшного, у неё же там вот такое вот что-то случилось. Нужно понять человеку, у него же там вот такая ситуация. Знаете, вот я один раз там поняла человека, второй раз поняла, третий раз, а потом вышло так, что я работаю вообще в минуса. И я такая, блин, я как бы работаю, трачу своё время, а ничего на материи как бы не меняется, значит, я, скорее всего, что-то делаю не так. То есть, когда клиенты начинают, грубо говоря, садиться вам на шею, свешивать ножки, диктовать свои правила, как им удобно, как им неудобно, и хрен класть на вас, но они даже, может, делают это не особо узнанно, им-то как бы всё равно. То есть, ну, понятно, что им удобнее, как им удобно. Но важно то, чтобы здесь вы понимали, как вам удобнее, какие вам важны правила. То есть, вы же здесь человек, который оказывает услугу. Это могут быть тренировки, это могут быть консультации, там какая-то работа, всё что угодно, если вы, конечно, работаете на себя. То есть, если не на себя, то, понятно, там уже правила всё-таки не вы в большей степени устанавливаете. Но если вы сами регулируете свой график, если вы сами создаёте свои правила, то, как вы оказываете свою услугу, то вы можете её изначально вообще прописать, эти правила, для самой себя вообще увериться в них, что вот да, вам нужно конкретно так и так, и дальше уже транслировать это людям. Если клиенты, как психологу, не могут вам писать после 10 вечера, и у вас есть такое правило, то всё, ваши границы не будут нарушаться. Это же хорошо для обоих сторон, когда человек понимает ваши границы, и когда вы их тоже понимаете. И здесь ситуация win-win, когда выигрывают оба. Но если вы не знаете, что у вас вообще такие правила, и вам клиенты могут звонить в час ночи, потому что у них что-то случилось, клиенты могут просто там не оплачивать занятия, просто записываться и как бы отменять последний момент, или ещё какие-то ситуации, впоследствии которых вы чувствуете себя как-то хреново, ну, значит, подумайте, что здесь не так, что вы можете изменить в своих каких-то ценностях, мировоззрениях, в своих услугах, то есть вот пропишите ту концепцию, по которой вы хотите оказывать свои услуги. Это пипец как важно, это подстройка. Так же работает и в отношениях, когда вы, например, запланировали пойти с девочками, я не знаю, в баню, и тут вам пишет ваш молодой человек, и такой, ну, до этого он не мог, например, а тут он вдруг смог и говорит, давай там сегодня встретимся, а вы уже назначили там какие-то другие свои планы, там, зал, тренажёрку, девочки, там, всё что угодно. Не нужно здесь бежать и отменять свои планы только потому, что ваш молодой человек там за 5 минут или за 10, или за час сказал вам о том, что у него они поменялись. Окей, хорошо, это прекрасно, что у него они поменялись, но вы таким образом, получается, подстраиваетесь под другого человека и не можете качественно вообще простроить свою жизнь, понять какие-то свои приоритеты, если ваш приоритет только ваш молодой человек, а остальное всё вы готовы вообще бросить, отменить, то есть вы, по сути, не живёте своей жизнью и начинаете жить жизнью своего молодого человека. То есть когда ему удобно, вы идёте, когда ему удобно, комфортно, вы там не идёте и так далее. То есть по факту он решает, что и когда вам делать, но не вы это решаете. И в какой-то момент это даже, ну, может быть, чем-то таким очень сладким, особенно в начале отношений, вот мой парень, там, я всегда с ним, там, он смог, я пошла и так далее, но в долгую это вообще так не работает. Это в точности так же, как и с вашими клиентами, идёт, ведёт к обесцениванию, к тому, что уже становится меньше уважения к вам, как к личности. Почему? Потому что вы всегда в доступе. Вам всегда в любое время дня и ночи могут позвонить, и вы, конечно же, согласитесь. То есть такого быть не должно. Вы должны быть вот как отдельная личность, которая строит свои планы, у которой есть свои какие-то приоритеты, у которой есть свой график, и которая может какие-то дела и обстоятельства встраивать в этот свой график. Ну, не должно быть такое, что вы, блин, ну, из-за того, что у вас там парень ещё не определился, и вы просто вот так, как Алёнушка, типа, сидите, целый день ждёте его, там, что он скажет, какое решение он вынесет по поводу, например, вашей поездки. Если вы хотите какую-то поездку, но он ещё не в курсе, как бы, может, он и не может, если вы действительно туда хотите, вы поедете и сама туда, вне зависимости от него. Вы можете поехать с какой-то своей подругой и так далее. То есть ваши планы не должны ограничиваться решением какого-то другого человека. Я это везде во всех видео транслирую, потому что я пробовала и так, я пробовала и по-другому. И вот когда по-другому, когда ты чётко знаешь, чего ты хочешь, это работает. Ну, вам кажется, что, блядь, если, типа, я скажу ему, что я там поеду, он подумает, что я какая-то сука стерва и так далее, да блин, это только в вашей голове, это иллюзия чисто в вашей голове. Всё будет кардинально противоположно. Если вы чётко обозначаете, чего вы хотите, и если вы уверенно следуете своим каким-то планам и желаниям, всё, другие люди начинают вас конкретно уважать, другие люди начинают считаться с вашими какими-то планами и решениями, и уже не будут вообще плясать от того, что вы и куда хотите пойти. Вот, это просто элементарные такие бытовые примеры. Давайте к следующему перейдём. Очень важный ещё такой пункт, которым грешат обычно хорошие девочки, это не знать себя и вообще то, что вы действительно хотите. То есть просто вот не знать себя, своих желаний. Это может быть абсолютно на каком-то бытовом уровне. Вы идёте в ресторан, и вы не знаете то, что вы хотите поесть. То есть вы перекладываете ответственность за выбор там всегда на своего парня, либо на там своих подруг, на свою маму, кого угодно. И действительно, то есть в некоторых моментах можно довериться человеку, когда он уже был в этом ресторане, он вам может что-то порекомендовать. Но я скорее говорю не о таких разовых случаях, а о том, что вы это делаете регулярно. То есть вас спрашивают, что вы хотите поесть, а вы не знаете. То есть у вас нет чёткого любимого рациона, любимых продуктов, того списка, что вам доставляет удовольствие. Точно так же в досуге, например, в каких-то ваших хобби. То есть вы не знаете вообще там на выходные, а что вам нравится, а куда вы хотите поехать, а хотите ли вы вообще поехать, либо остаться дома. И вот это незнание, чем оно чревато? Тем, что вы можете вписываться в какие-то движухи, которые вам вообще не по душе. Например, то есть вы такая, ой, ну не знаю, чем я хочу заняться на выходные, ну типа как пойдёт. И тут вам ваши друзья предлагают идти прямо жёстко бухать в клуб, там, я не знаю, в какой-нибудь такой. Потом ещё там какая-нибудь тусовка у кого-то на хате вообще непонятно с какими-то вот этими людьми. И вы такие, ну окей, ладно, раз вариантов больше не предвидится, то я впишусь вот в этот движ. Вы идёте в этот клуб, и вы понимаете, что вы вообще, блин, не хотели вот этой тусовки, вот этой громкой музыки, когда невозможно поговорить. Вы не хотели пить алкоголь, но как бы все пьют, ладно, уж за компанию тоже выпью, потому что что делать. И в итоге вам этот весь движ вообще пипец как не нравится, но вы в нём участвуете и чувствуете себя хреново, чувствуете, что вы не на своём месте, чувствуете, что что-то здесь не так, а всё почему, потому что вы сами не знали. То есть, возможно, если бы вы предложили своим друзьям поехать куда-нибудь на природу, например, в лес, там, на костёр или с палаткой, или что-то ещё, то они бы согласились и с удовольствием вообще вписались вот в этот движ, и вы бы очень классно провели время. Вот здесь вот очень важно понять то, что от вас, вот от вас лично, зависит то, чем вы будете заниматься. То есть, вы можете влиять. Я вот прям, это на самом деле уровень за уровнем достигается. То есть, я какие-то моменты проработала, но какие-то всё равно, вот до сих пор, то есть, у нас большая компания людей. И иногда мы, например, там встречаемся, и я такая, блин, ну классно было там во что-то поиграть, либо там, не знаю, там делать какой-то саунд-хилинг, какие-то практики поделать, а мы вот просто, ну, не знаю, сидим, болтаем, пьём чай. Вот, а хотелось бы там больше какого-то движа. И потом я такая, хоп, а кто этот движ, блин, будет создавать? Кто его будет предлагать? Раз никто не предложил, значит, все сидят, просто общаются. И я там в какой-то раз хоп закинула там человеку, говорю, а вот ты очень круто там провёл нам когда-то саунд-хилинг, а может быть, ты ещё раз проведёшь? Он такой, да, конечно, с удовольствием, давайте завтра проведём. И в итоге мы там собираемся с ребятами, делаем дыхательную практику, потом у нас саунд-хилинг, потом я говорю, ребята, может быть, поедем там на пляж, покидаем тарелочку, ну, какой-то там активный спорт, да, поиграем в теннис. Они такие, блин, да, с удовольствием. И это были такие классные, насыщенные выходные, не как обычно. Только потому, что я приняла вообще тот момент, что я могу вообще хоть на что-то влиять в этой жизни, как минимум на какой-то наш досуг. То есть понятно, что может такое быть, что не все согласятся, например, не все там это хотели, кто-то впишется, кто-то не впишется, но это не важно. Важно то, что вы просто хотя бы озвучили то, что вы хотите. И если, например, желание этих людей тоже совпадает с вашим, то это очень быстро всё материализуется. И я такая, блин, вау, круто, очень круто. И вот это знание себя, того вообще, что вы любите, как вы любите отдыхать, как вы любите проводить свободное время, как вы любите работать тоже, в какой атмосфере, каким образом, сколько времени и так далее. Вот эти все знания конкретно себя, они вам очень сильно облегчают жизнь и делают её вот прямо конкретно в удовольствие. То есть если вы там задаётесь вопросом, как вот это в лёгкости, в удовольствии, когда ты живёшь и так далее. На самом деле это всё очень линейно, очень просто. Просто нужно изучить себя. Просто нужно понимать, что вам нравится, что вы любите, в той же самой работе, вы можете её организовать так, что вы её будете ненавидеть, и вы можете организовать её так, что вам будет просто в кайф. Вот сейчас, по факту, идёт часть моей работы. Я записываю видеоролики на YouTube. Ну вот посмотрите, какая у меня красивая здесь атмосфера, цветочки, я вот пью чаёчек. То есть мне вообще классно вот так вот с вами просто посидеть, поболтать там минут 20 и, ну, хорошо провести время. Хотя я могла бы к этому относиться. О, боже, мне срочно нужно что-то сделать. Но я это делаю не как какое-то, вы знаете, долженствование, то, что мне это нужно. Нет. Я это делаю, потому что мне просто нравится. Я от этого кайфую. Я вообще очень люблю делиться своим опытом. Поехали дальше. Третий вообще такой сценарий, по которому идут очень многие люди, это жертвовать своим масштабом, своими какими-то стандартами во имя, там, не знаю, во благо, ради другого человека. Приведу простой пример. Вы встречаетесь с парнем, и вот у него стандарт ходить в Макдоналдс, в KFC и есть шаверму. А ваш стандарт – это вообще, ну, типа, кушать в хороших ресторанах и кафе, есть правильную пищу, салатики. И вот это все. И вот он спрашивает, куда вы пойдете, а ты такая, ну, как бы, давай веди, ты же мужчина, и вот он ведет тебя в Макдоналдс. И в этот момент у тебя есть, как говорится, два путя. Ты можешь, окей, ладно, ну, как бы, я же с ним, то есть пойдем в Макдоналдс, хотя я в целом-то и не сильно хотела. И другой вариант сказать, что, дорогой мой, я не очень люблю есть фастфуд, я люблю кушать в хороших там ресторанах, я люблю кушать правильную пищу, и давай, пожалуйста, мы пойдем вот в хорошее кафе, потому что, ну, я не хочу есть там какую-то нездоровую, там, неполезную еду. И это ваш стандарт, который вы обозначаете, например, в самом начале отношений. И здесь, возможно, тоже, то есть несколько развитий событий, он может такой, окей, да, конечно, погнали, ну, то есть он просто, ну, не знаю, сегодня у него такое настроение было, Макдак на самом деле, он тоже сходится по ценностям правильного питания с вами, например, и с удовольствием идет с вами там в какой-то хороший ресторан, кушать салат. Либо он понимает, что вы, девушка, например, не его уровня, он не готов вас водить по ресторанам, он готов вас водить только в Монтональдс. И это и тоже хорошо, поймите, что это тоже хорошо, что вы сразу понимаете, что вы немного не сходитесь по каким-то даже вот таким базовым ценностям, и вам дальше будет еще сложнее выстраивать коммуникацию по это общение, и лучше это сразу на начальном этапе вообще понять, и, ну, возможно, он поймет, что вы, ну, как бы не его девушка, а вы поймете, что он не ваш мужчина. И это тоже супер, это тоже муд, потому что мандаринки должны быть с мандаринками, апельсинки с апельсинками, арбузики с арбузиками, ну, в общем, смысл вы поняли. И вот здесь прямо зачастую мы вот не видим, мы даже не видим, вот где мы начинаем предавать себя, где там мы согласились на какое-то жилье, которое нам не нравится тоже во имя чего-то или кого-то, где мы согласились поехать в путешествие в Турцию, а не на Бали, просто потому что вот кто-то сказал там дешевле, или, например, там лучше, хотя вы вообще туда не хотите. И здесь тоже важно вот именно понимать свои вот эти стандарты, то есть если они у вас размыты, и вы не понимаете вообще, вы как бы Макдональдс или вы Мишленовский ресторан, конечно, здесь будет сложно, если вы внутри даже себя не определитесь, то вас любым дуновением ветра может колыхнуть что-то в одну, что в другую сторону, это зависит от тех людей, которые будут находиться рядом с вами. Но если вы четко понимаете свой уровень, свои стандарты, то вы четко как бы обозначаете это другому человеку, своим друзьям, своим родственникам, своим подругам, короче, всем людям, которые находятся в вашем окружении, и они уже понимают, что вот туда-то вас нужно приглашать, вот на такие тусовки вас не нужно приглашать, они даже не будут, например, там приглашать на какие-то низкосортные тусовки, если это вообще там не ваша тема, и вы, не знаю, там, тусуетесь вообще только на каких-то высокодуховных, например, тусовках безалкоголя, там, с чаепитием и гвоздестоянием. Если они будут знать вот этот ваш стандарт, то у вас даже в жизни не появятся таких людей, которые будут вас там звать набухаться, например, вот это прям простая элементарная история. Поэтому я вам рекомендую прямо сесть, прописать списочек своим стандартам, что для вас ох, что для вас не ох. И если то, что сейчас вы, например, не можете позволить какую-то, да, ну, например, ездить там такси бизнес-классом, пока что вы ездите на метро, окей, пробуйте вот новый стандарт потихонечку внедрять в свою жизнь, начиная, ну, там, раз в неделю, например, ездить просто на обычном такси. То есть вообще привыкать к новому уровню, чтобы это становилось потихонечку вашей нормой. Когда вы начнете реальность подстраивать под свои вот эти новые нормы, которые вы для себя прописали, то мозг очень быстрый, мозг очень крутой на самом деле инструмент, он начнет очень быстро генерировать идеи, как вам вообще ваше вот это сознание, вашу жизнь подтянуть, да, в ваших вот этих норм, которые вы себе установили. И вы не успеете на самом деле оглянуться, как мозг уже сгенерирует вам какие-то там новые способы заработка, то, как можно там получить больше денег, то, как можно сделать так, чтобы начать там ездить на такси и так далее. То есть все вот, что вы для себя установили как норму, оно начнет постепенно подтягиваться в вашу жизнь. И здесь самое главное, вот не занижать какие-то свои планки, не думать, что ну ладно, я сейчас вот так вот пока поживу, а потом, да, когда я больше начну зарабатывать, тогда я могу себе позволить новое. Нет, это работает не так, это работает абсолютно вообще от обратного. То есть сначала вы себе позволяете, сначала это становится для вас нормой, вы чувствуете себя прекрасно вот в новых каких-то обстоятельствах, обстоятельствах, и только потом под вас начинают притягиваться обстоятельства, события, предложения, какие-то вообще моменты, в общем магия начинает происходить в вашей жизни, как только вы четко знаете то, что вы хотите. И на этом я заканчиваю. Надеюсь, что вам было полезно. Напишите в комментариях, пожалуйста, свои инсайты, кто что для себя вынес, кто чем уже пользуется. Возможно, какие-то еще моменты, где вы проявляете свою вот эту хорошую девочку, и то, что вам мешает в жизни. И для тех, кто хочет поработать над этим вопросом лично со мной, вы можете прийти на мою консультацию, мы с вами разберем, в каких моментах вы проявляете свою хорошую девочку, где это мешает вам в жизни, какие создает обстоятельства и ситуации, которые вам не нравятся, от которых вы хотите отказаться, и поработаем над новыми действиями, которые вы можете внедрить в свою жизнь, чтобы поменять вот эти свои паттерны поведения. Для того, чтобы записаться ко мне на консультацию, просто напишите мне в Telegram или Instagram Juliana, нижнее подчеркивание, Flame. В описании к ролику я скину все контакты. До встречи!